Таймасха Гехинская командовала чеченским отрядом в течение долгих десяти лет. За все это время женщину-военачальника не удавалось победить никому. Когда же Гехинскую наконец взяли в плен, ее тут же привезли к Николаю I в Петербург. Однако пленная не дрогнула и перед российским императором и на его вопрос дала довольно дерзкий ответ. Но Николай не только не обиделся, но щедро наградил Таймасху. С вхождением в состав Российской империи за Кавказье остров стал вопрос об укреплении власти на Северном Кавказе. Если верить изданию «История» под редакцией Теомолоковой, в начале XIX века там оставались так называемые «вольные общества», не признававшие никакого правительства. В 1817 году для разрешения задачи по присоединению районов Северного Кавказа к Российской империи туда был направлен генерал Ермолов, не чуравшийся и насильственных методов. Именно эта дата и считается началом военных действий, получивших название «Кавказская война» и продливших без малого 47 лет. За это время на Кавказе произошло немало кровопролитных сражений, в которых участвовали как мужчины, так и женщины. Одним из предводителей чеченцев была Таймасха Гехинская или как ее еще называют Майлин Таймасха или Таймасха Молова родом из селения Гехи. Далхан Хожиев, автор книги «Чеченцы в русско-кавказской войне», называет Гехинскую отважной женщиной. И это не пустые слова. Мужчины избрали Таймасху предводителем отряда именно за ее бесстрашие. Во многом благодаря ее смелости и умелому руководству в течение десяти лет отряд Гехинской не удавалось одолеть царским войскам. И только в апреле 1842 года во время боя в Ингушетии, близ Большой Индерки при явном неравенстве сил Таймасха была взята в плен. Она была ранена и находилась в бессознательном состоянии. Поэтому солдаты и не побоялись приблизиться к «хищнице», о которой уже тогда ходили легенды. Знал о существовании женщины-военачальницы и российский император Николай I. Поэтому неудивительно, что монарх пожелал познакомиться с Таймасхой Гехинской лично. Николай велел, чтобы Гехинская в обязательном порядке была представлена ему в национальной одежде. Вскоре Таймасха Молова оказалась лицом к лицу с правителем Российской империи. О том, что чеченская командующая действительно была доставлена в Петербург по велению Николая I упоминает в своей книге «Чечен Армс» и «Иса Асхабов». При встрече император прямо спросил «хищницу», продолжит ли она воевать, если он ее отпустит. Но Таймасха бесстрашно заявила о том, что войну развернул сам государь, и если тот продолжит ее вести, то и она в свою очередь продолжит сопротивляться. Николай I был поражен смелостью и красотой чеченки, а потому щедро вознаградил ее. Точнее, драгоценную золотую цепь с медаленом преподнесла в подарок Таймасхе Гехинской супруга императора Александра Федоровна. По свидетельству генерал-майора Коцебу, российский правитель действительно разрешил Таймасхе вернуться на родину и даже снабдил ее 100 рублями серебром на дорожные издержки. Правда, Николай распорядился, чтобы на Кавказ Гехинская отправилась вместе с сопровождающим, каим стал кумыкский князь Алхазов. Если верить Борису Калоеву, автору книги «Записки Кавказоведа» Гехинскую освободили далеко не сразу, поначалу ее заточили в крепость Грозную, где она содержалась около двух лет. Кстати, в крепости Грозной Гехинская оказалась благодаря Роберту Фритагу, участнику Кавказских войн. Это он отправил начальнику штаба отдельного Кавказского корпуса Александру Троскину рапорт, в котором сообщал о том, что крепость Грозная будет наилучшим местом для содержания Таймасхи. Впрочем, Фритаг заявил также, что не видит никакого смысла в заключении чеченской женщины-командира. Упомянутая крепость находилась недалеко от села Гехи, где проживали родственники Таймасхи Гехинской, с которыми ей не давали видеться. Поэтому, по мнению Роберта Карловича, побег Гехинской из-под стражи был только делом времени. После двухлетнего пребывания в крепости Грозный Майлин Таймасха все-таки была освобождена. Однако семья Маловых едва сводила концы с концами. Тогда Таймасха решила пожертвовать подарком императрице. Не желая отдавать золотое украшение в чужие руки, Гехинская подала прошение российским властям с просьбой обменять цепь с медаленом на деньги. Тогда подобные операции были в порядке вещей. Если верить автору книги «Награды» Александру Кузнецову, все подарки императора делились на вензельные и простые. Последнее разрешалось получать в денежном эквиваленте. Однако Николай I, узнав о прошении Гехинской, распорядился выдать ей 200 рублей. А золотую цепь император велел оставить Таймасхе.